емкость батареи конденсатор вот сейчас мы с вами порешаем задачи теорию я затрагивать не буду а вот результаты я все-таки записал и так если у нас последовательное соединение конденсаторов то для того чтобы найти общая емкость да вот для этого нужно сделать вот следующее действие вот такие вот что значит последовательное соединение конденсаторов ну давайте попробуем решить задачу найти емкость батареи конденсаторов да ну давайте значит смотрите вот у нас имеется первый конденсатор скажем это первая обкладка вторая подка соединяется с первой подки другого конденсатора значит такое соединение и будет называться последовательным соединением вот первое это вторая ну вот вторая обкладка второго конденсатора соединяется с первой обкладкой третьего конденсатора и так далее так вот у нас имеется система которая будет состоять из трех конденсаторов ну из трех конденсаторов ну теперь от фонаря тут 3 микрофарада тут 4 микрофарада тут 5 микрофарад и мы должны найти емкость вот этой вот батареи то есть найти такой конденсатор до который будет выполнять такую же функцию как эти три но что мы знаем при последовательном соединении для того чтобы найти сумму нужно складывать не сами емкости а величина им обратно то есть тут три конденсатора значит это единица на c1 плюс единица на c2 плюс единица на c3 где вот это у нас c1 второй конденсатор c2 третий конденсатор c3 микрофарад значит я пишу микрофарад ответ у нас будет микрофарад значит единица на ct это у нас общая емкость равняется 1 3 плюс 1 4 и плюс 1 5 вот эти три дроби я должен сложить ну кто большой специалист по дроби я может это начать складывать в принципе нужно взять калькулятор и сложить 1 3 плюс 1 4 плюс 1 5 все получаем сорок семь шестидесятых следовательно общая емкость будет 60 на 47 ну сейчас возьмем и поделим 60 на 47 кстати получу величину меньше чем 3 должен получить сколько это будет сколько это будет 1 276 значит ct 1 целая двести семьдесят шесть сотых чего микрофарада вот такая общая емкость то есть если я сейчас возьму сюда конденсатор у которого емкость будет 1 276 микрофарад он будет делать то же самое что и три эти конденсатора вместе взятые вот таким образом находят общую емкость при последовательном соединении при параллельном соединении все намного гораздо проще по а при параллельном соединении для того чтобы найти общую емкость нужно просто эти емкости взять и сложить ну давайте попробуем еще какую-нибудь задачку решить вот значит что такое параллельное соединение смотрите внимательно вот это первая обкладка 2 а это 3 все эти как бы обкладки подсоединяются ну в одну и ту же точку будем говорить так пока вот это вторая вкладка вторая вкладка вторая вкладка они тоже будут подсоединяться как бы к одной точке вот так все значит эту на c1 это c2 а это c3 ну то же самое это 3 микрофарады тут 4 микрофарада тут 5 микрофарад найти общую емкость вот этой батареи то есть найти такой конденсатор который будет выполнять точно такую же функцию как и три вместе взятых все тоталь цвета так общая емкость этой батареи конденсатора будет c1 плюс c2 плюс c3 мы берем и складываем 3 плюс 4 плюс 5 ответ у нас будет микрофарадов значит 7 плюс 5 будет 12 микрофарад коротко и ясно ничего сложного нет естественно дальше будут чуть чуть посложнее задачи но это будет дальше но пока пока всего доброго до свидания если есть вопросы какие то пишите с удовольствием отвечу всего доброго посмотрел этот фильм маленькое дополнение такая ремарочка я записывал микрофарады вот таким вот образом ну так у нас в израиле пишут вообще по идее до микрофарад ну вот таким вот образом но я думаю что не сложно тот кто немножко знает английские буквы микрофарад микрофарад то есть фарад можно записать так а можно и так записать ну вот все что я хотел сказать всего доброго